Так, продолжаем. Что-то так быстро возобновилось. Это фотография... Меня обычно думает ОБС-ка. Ну да. Это фотография сделана пять лет назад. Тогда имел место неприятный инцидент на Global Studios. А это его фотография. Ни одного слова не прослочилось наружу. Это был большой секрет студии. А что это... Какое это имеет отношение к настоящему делу? Мистер Эйзвард. Вы не можете этого видеть? Мужчина, упавший на фото. Он упал на тот самый... То есть он упал на забор, который проткнул его грудь. Что? Вы хотите сказать? Да. Это случилось пять лет назад. И случилось снова. Кстати, надо сказать, эта тетка одну гонконгскую актрису напоминает немного. Мистер Эйз, продолжайте. Мне понравилось, что ты ее шарашил. Это было 2.30 в день убийства. Мисс Диваскет встречала Джека Хаммера снаружи трейлера студии номер два. Затем она это сделала. Она столкнула его с лестницы на забор. Точно так же, как он сам сделал пять лет назад. Сделала она это специально или случайно, я не могу сказать. Другими словами, жертва мистер Хаммер умер так же, как и другой человек умер из-за него пять лет назад. Мистер Эйз. Именно. Иронично, правда? Ха-ха. Очень креативный мистер Эйз. Мне бы пригодился, человек вроде вас, для написания сценария. Вы отрицаете, что то, что я сказал, правдой? И старается. Давайте скажем, согласно аргументу, что Хаммер умер в трейлере, как вы и говорите. И тут дрейлера. Тем не менее, его тело было найдено на Студе 1, не так ли? И в костюме злого магистра, к тому же. И вы утверждаете, что я отнесла это тело на Студе 1. И вернулась в трейлер. В течение всего лишь 15 минутного перерыва. Кто и что я бежал? Как я не могла избавиться от тела. Перерыв длился всего 15 минут. Двух тридцать, двух тридцать, двух тридцать и петли. Смог ли Джек Хаммер быть сброшен с лестницы, а затем отправлен на Студе 1 и помещен в костюм? Не было достаточно времени. Точно. Но, не старайтесь. Как она могла перейменить тело? У нее был другой способ. То есть, у нее был другой способ перевести тело, нежели своими собственными руками. Нежели своими собственными руками. Ну, например. Ну, вообще-то... Не было необходимости делать это в 15 минут. И у вас был способ перевести тело. Интересно. Давайте тогда услышим Мистер Райт. Покажите, как она перевезла. Ну, это просто. Это, по-моему, собственно говоря, тот самый микроавтобус. Мистер Ласкет. Мы перевезли его на Студию 1. Использовали студийный микроавтобус для этого. Вспомните свои показания. Должна бы тест-репетиция, так что мы отправились на Студию 1. Я устал, и поэтому Сал подвез меня. Там был микроавтобус. И Сал и им управлял. Как удобно использовать микроавтобус для перевозки тела на Студию 1. Затем... А, то есть... Нет, вы поместили... Да, поместили его в микроавтобус для перевозки на Студию 1. Затем, когда все были там... А, то есть, до того, как все попали туда, вы поместили тело в костюм голого магистра. Протестую. Погодите, Мистер Райт. Вы разве забыли, что Сал Манелло управлял этим микроавтобусом? Вы утверждаете, что он был сообщником? Конечно, он был сообщником. Тело должно было быть помечено в микроавтобус и затем в костюм. Невозможно, чтобы Мист Воскес это провернуло в одиночку. Также не забывайте, что они избавились от костюма стойного самурая. Им пришлось, потому что... он был залив кровью Мистера Хаммера. Наверное, они его сожгли. Получается, там другой был запасной жестью. Но, Мист Воскес, стоит ли мне продолжать? Нет необходимости. Вы умнее, чем выглядите, Мистер Райт. Я проиграл, а вы выиграли. Это было весело. Я выиграл. Женская логика. Да, Эдвард тоже завис, как и судья. Не, ну это чисто женская логика, то, что сейчас реально происходит. Так, что было дальше? Или что произойдет дальше? Не молчите на меня. То есть не молчите мне или не молчите пример. Вам что, нечего сказать? А что вы хотите, чтобы я сказала? А? Я проиграла? Что-то в этом роде. Я потерялась. Я только что это сказал. Так погодите, вы имеете в виду Диваскес? Так это были вы? Вы убили Джека Хаммера? Опять подгрузка у всех дружная. Кто может сказать? А? Вы уверены, что это я сделала, мистер Райт? Мы только что провели битву умов. И результат этой битвы вы доказали возможность, что я убила Хаммера. Правильно. Но это всего лишь возможность. Доказательства еще всего лишь другая вещь. Но у вас нету решающего доказательства, мистер Райт. Доказательства. А что? Что? Порядка. Доказательства. Доказательства. Это одна вещь, но у вас нет решающего. Эджвард, ваши мысли. Эмм, эммм, эммм, конечно. Это как она и говорит. Слушай, это гениально. Это реально самое гениальное дело из всего. Очевидно. Это что? Точно. Это очень похоже на то, что она это сделала, но нету доказательства. Эджвард не уверен. Ну, я сюда пришла как свидетельницу сегодня. Если у вас нет больше доказательств, я ухожу. Если у вас нет больше вопросов, я ухожу. Это, кстати, единственный свидетель, который такую фигню говорит. Да. вы это сделали? Нисоскет, вы это сделали? Это не было вопросом. Вы это сделали? Нет? Боже, сколько можно? Мистер Райт. Да, уж и честь. Боюсь, что вопрос не помог суду продвинуться в отношении вердикта. Что же мне теперь делать? Я бы хотел, чтобы вы дали показания снова. Показания снова? Знаете, когда сдаваться Райт? Подумайте об этом. Даже если я дам показания снова, какой смысл? То, что я смогу сказать, я уже говорил раньше. Правду, мистер Райт. Я уже сказал все, что надо было сказать. Что изменится, если я это повторю? Вы задаете те же вопросы, получаете те же ответы. Тата времени. Поклятие, проклятие. Приблизиться так близко только чтобы проиграть. Похоже, что больше нет вопросов. Похоже, я бы хотел закончить перекрестный допрос свидетельный Квадкер. Протестую. Да, вот это неожиданный поворот действительно. Мистер Эджвард. Я надеялся придумать вопрос, пока буду протестовать вашу честь. Но я не придумал. Я вижу, очень хорошо. Протестую вашу честь. я запрашиваю у свидетеля показания вновь. Вы прокурор, разве нет? Зачем вам паттеры? Зачем вам травить меня? Я жива, свидетель. Я просто хочу услышать ваши показания снова. Вы можете сказать что-то осмысленно? Чем дело кончится? Вы можете сказать что-нибудь осмысленное в вашей честь? Я не вижу чего мы пытаемся добиться. Повторяю одно и то же несколько минут. Мистер Эджвард. Я тоже вижу мало смысла заставлять Миклоскес повторять себя. что именно вы хотите о чем именно вы хотите от него услышать? Ну да точно я бы сказал следовательно я хочу услышать о том что случилось после того как они нашли тело после того как они нашли тело очень хорошо свидетель даст показания суду на эту тему так так ниг зачем Эджварду кто знает наверное он тоже понял что она это сделала но но разве не он тот кто говорил что всегда получает обвинительный приговор после всего этого я был стал и олдбэгом охранницей когда мы нашли тело ассистентка там была тоже только пауэрс отсутствовал я немедленно вызвала полицию затем показался пауэрс охранница олдбэг была весьма уверенная показав на пауэрс она сказала он это сделал я просила чтобы меня держали подальше от этого расследования я вернулась в трейлер чтобы забрать свой сценарий и записи режиссера а затем пошла домой я не вижу проблем с этими показаниями не старает ваш перекрестный допрос окей ник мы близки очень близки она может быть играет жестко сейчас но если ты поставишь ее в позицию где то есть она точно начнет колебаться найди ключ который тебе нужен и добесить неправданник правильно вы просили чтобы вас держали подальше. Да. Похоже, всех остальных уже расспросили. И я действительно не люблю такие дела. Но вы не можете просто решать, кого полиция будет, а кого не будет запрашивать. Как знать. К счастью, студия решала иначе. Они были достаточно добры, чтобы понимать это. Поскольку мы были на встрече. Не было возможности, что мы были вовлечены. Так что они нас прикрыли. Прикрыли вас. Или прикрыли это для вас. Должно быть там многое решалось. Было много больших шишек. Я уверен, что ее профессионалы помогли убедить всех, чтобы ей не задавали вопросы. Сценарии и записки режиссера. Да. Они весьма полезные. Они весьма ценные. Не хотелось бы, чтобы их украли. Нет, думаю, нет. Давить сильнее. Погодите секунду. Я думал, вы прибыли на Студию 1 для репетиции. Почему вы не взяли с тобой сценарий и записи? Ну, я была под впечатлением и была не способна что-нибудь прослушивать. Почему? Там было убийство, в конце концов. Кто будет думать о прослушивании после такого? А, да. Я догадываюсь. Очень хорошо, Мисс Васкет. Пожалуйста, продолжайте. Протестую. Ваша честь. У меня есть протест против последнего заявления свидетеля. А? Подумай. Мисс Васкет сказала, что она не принесла сценарий с собой, потому что не было репетиции. Прослушивание. Ты что, не понимаешь, что это значит? Она не имела его при себе, потому что знала об убийстве до того, как пришла на Студию 1. По-моему, он сейчас сделает свою работу за нас. Сообщение в чате. Как хорошо, что на расследование дают 3 дня, а не неделю. А то мы тут сидели до рассвета. Ну да. Не, вот почему. Если бы было длиннее, я бы, конечно, наверное, не стал его целиком. Но тут немного осталось. К порядку, к порядку. Мистер Эдвард. Я не скажу, у тебя сейчас что за окно, Коль? Пока я еще ничего. Расцветил где-то часа через 20. Ну вот. Что вы только что сказали? Да, сидим еще 2 часа. Важное наблюдение. Так или иначе, я нахожусь со сложным для понимания, зачем прокурору так поступать. или вы вдруг решили поменять свою карьеру на защиту. Я уважаю и оценю вашу заботу, вашу честь. Я буду придерживаться своих заявлений, тем не менее, вне зависимости от того, как суд будет воспринимать мою роль. Не, но с другой стороны, формально он, как бы, теперь другого человека обвиняет, так что не так усильно он отклонился от своей роли. Теперь, мисс Васкет. У вас есть объяснение? Я не могу поверить, что это вас мне помогает. Так, обвинение теперь заодно с защитой. Что это вообще за суд такой? Неважно. Я думаю, вы меня не поняли. У меня был по-настоящему хорош... По-настоящему хорошая причина верить, что не будет прослушивания. Очень хорошо, свидетель поменяет свои показания, чтобы отметить эту причину. Я знал, что камер ранен. и не могла проводить никакие сансцены, так что я его оставила позади. Ха-ха, вот и нет. Ранен был совсем не он. Так. Протестую. Вы знали, что камер был ранен. Вам не кажется это забавным? Я имею в виду, стальной самурай был ранен. И это был Вилл Пауэр. Что? Мистер Райт. Объясните. Да, мистер Хаммер волочил свою ногу на этом фото. Но это потому, что он прикидывался Пауэрсом. Прикидывался? Единственный, кто был ранен на репетиции этим утром. Это был мистер Пауэрсом, не Хаммер. Так почему вы думаете, что Хаммер был ранен? Блин, я реально как будто истекаю в эти моменты. Я уже это сказала. Сам мне сказал. Это правильно. Он должно быть что-то не так понял. Я так не думаю. Мистер Манелло присутствовал на репетиции утром. Он знал, что мистер Пауэрс был ранен. Он видел, как это случилось. Зачем ему указывать вам на не того человека? мистер Пауэрс Мистер Пауэрс Блин, по-моему, эта девушка самая крутая вообще в этой игре. Ну да. Она такая сильная. Да. И в конечном итоге она единственный, скажем так, убийший уже свидетель, который не вызывает особой нен... Ну хотя, нет. Опять же, не забываем про то, что она была не убила героев. Вот что как бы цепляет. То есть она явно посложнее предыдущих противников. Вы видели, как Хаммер... Вообще-то вы ничего не слышали от мистера Монеллы. Вы видели, как Хаммер волочил ногу прямо перед вашими глазами. Да, но... Разве не мистер Пауэрс был ранен? Да, но помните. Мистер Хаммер тоже волочил свою ногу. Он похитывался Пауэрсом. Пауэрсом. И... Тогда... Он это сделал. Так. Что ж. Когда он это сделал? Это должно было случиться после того, как он отделка с тем стального самурая. И прибыл на студию 2. Затем его убили. Правильно. Есть в аскез. Вы его встретили, не так ли? Вы видели стального самурая при храмовичком? И... Мистер Хаммер был в костюме стального самурая. Вот почему вы были запутаны. Вот почему вы подумали, что Мистер Хаммер был ранен тем утром. В порядку, в порядку. Я сказал в порядку. Свидетель. Вы можете пояснить это, опровергнуть это заявление? Да, давай посмотрим, как ты высказнешь из этого в аскез. Очень хорошо. У меня вопрос всегда вас. А? Почему настоящие убийцы всегда такие навязчивые? Зачем во имя всего святого мне желать смерти мистеру Хаммеру? Да. Сначала признается, а теперь... Он был... Он переживал не лучшие времена, но он был звездой. Я бы ничего не выиграла от его смерти. Ничего. Да. Вам нужен мотив. Зачем ей убивать жертву? Если есть причина для суда, не весна. У защиты есть что сказать на эту тему? Другими словами, вы можете доказать, что у нее был мотив? Надо просто сказать, что она зла. Окей. У меня есть доказательства, и я покажу его вам. Я предъявлю его суду. Доказательства ее мотива. И это... конечно же... хоть славя нет. На самом деле, это... все та же тема с шантажем. Вот мое доказательство. Да. Усты лапа и хвост. Вот мои доказательства. Это то прежнее фото. Это фото указывает на мотив для убийства. Я прав, не так ли, мист Воскес? Пять лет назад мистер Хаммер был на вершине славы. С помощью Дива Скес ужасный и несчастный случай удалось замять. Леди джентльмены, дело ныне представляемое суду началось в тот день, пять лет назад. Достаточно иронично, что этот несчастный случай начал падение мистер Хаммера. Его падение со звездного его падение со звезд. Его вина серьезно его опустила по сомнению. Так и иначе. Вы где вас использовали мистера Хаммера. Вы заставили его работать на вас за маленькое жалование. Возвращаясь в настоящее и последней роли мистера Хаммера был злой магистр. хаммера. Да. Без сомнений это был постоянный источник стыда для бывшей звезды. Один момент, мистер Райт. Мы говорим насчет мотивов тут. Но вы говорите только о мистере Хаммере. Это звучит как будто мистер Хаммер убил Диваскес, а не наоборот. Какой мотив у Диваскес? Да, это правильно. Соглас тому, что вы говорите, у меня не было причин убивать Хаммера. Он был хорошим источником дохода для меня. А я никогда не избавляюсь от полезных мужчин. Это моя политика. Мистер Райт. Объясните суду мотив мистер Воскес. Блин, опять какую-то улику предъявлять. Так. Ну, хоть примерно понятно, что это. Ну, да. Конечно, бэйт. да. Мотив ничего. Почему именно бэйт? Это вроде брошка какая-то? Или это так переводится? Значок, наверное, правильно. Не знаю. Вот мое доказательство. Ииии... почему мисс Воскес убила мистера Хаммера? Я говорю, все, что это доказывает, то, что адвокат абсолютно потерял свои мозги. Ну, конечно. Исцарает. Тут требует, чтобы вы немедленно нашли свои мозги. то есть нет, что он потерял свои, типа, шарики. Я надеюсь, чтобы не видно. Блин. Так, ладно, это не фото, окей. Субтитры Ого! Неужели у меня нет доказательств? Не, на что-то должно же быть! Да блин! Одно и то же. Да. Фотография тоже не то. Сейчас посмотрим, так их ровно сколько? Три, четыре, пять. Сейчас посмотрим, сколько сгорит. А, один все-таки сгорел. Ой, ну господи, ну что это, ну... Ээээ... Буду все тыкать, все делать. Не, ну это определенно не то. Не, ну это определенно не то. Ой, мне тут не та кнопка. Да. Ты сам ответишь или зачитать? Ммм... Ну... Блин. Ладно. Наверно придется принять одно пенальти. Блин, интересно, их можно как-нибудь восстановить вообще? Ммм... Кругается такая, блин... Малая. Блин. У нее не было мотива, вашей чести. Как это? И стало скучно. Это мистер Хаммер жаждал крови. И мист Воскес сбросил его с лестницы в целях самообороны. Что это теперь? Все просто. Мистер Хаммер собирался убить мист Воскес. Да. Наверное, ради этого что? Что? Ваша честь. Джек Хаммер уступил мистера Пауэрса с помощью снотворного. Джек Хаммер проник в его гримерку и похитил костюм странного самурая. Джек Хаммер был одет в этот костюм, чтобы обмануть охранницу и заставить думать, что это Пауэрс. Джек Хаммер проделал свой путь до трейлера. И для какой цели вы могли бы спросить? Что убить Геваскес? Кто так жестоко воспользовался им все эти годы? Блин, вроде не Марса, а за окном кошки орут. Да. Так вы это сделали, не так ли? Нет, слушайте, может все-таки какая-то хрень сейчас Март? Я виновна. Это была я. Причем они орут как жабы в Сыкрбатлтоц на Аркаде. Кто-нибудь вызовите скорую. Тут кровь повсюду. Не слишком поздно. А, мисс Ваткет, что? Что здесь случилось? Мануэль упал с лестницы. А, понятно, Мануэль это был тот парень, которого он грохнул тогда. Мисс Ваткет, пожалуйста, постарайтесь оставаться спокойным. Нет, нет. Как это могло? Это был несчастный случай. Мистер Хаммер сделал экшн-сцену и... Нет, Мануэль, Мануэль. Я его не трогал, мисс Ваткет. Нет. Пожалуйста, пожалуйста, не умирай. Пожалуйста. Поздравляю, мистер Райт. Я проиграла снова. Эй. Кстати, на заднем плане она все еще держит свою эту... Другку любимую. Мистер Эдзвард. Где мисс Ваткет? Она в зале ожидания, Ваша честь. Спокойная и собранная, как обычно. Я вижу. Это Райт. Да, Ваша честь. Похоже, вы сотворили еще одно чудо. Спасибо, Ваша честь. Думаю, нет, Ваша честь. Вилл Пауэрис был невиновен. Да, спустя столько времени. Это должно было выяснится естественно, а не чудом. Да. Да, вы правы. Да, вы теперь мистеры. Очень хорошо. Суд объявляет подсудимого Вилла Пауэрса невиновным. Вот и все. Расследование суда объявляю закрытым. 20 октября. Сейчас 12 дня. Из-за ожидания. Я... я не знаю, что сказать. Спасибо вам большое. Я просто рад, что вы в порядке. Да, но... это грустно. Я теперь знаю, что мистер Хаммер похитил мой костюм. Достаточно плохо, что он хотел убить мисс Васкет. Но... Думать... Но представить, что он пытался подставить меня для убийства. То есть... Как бы вполне... При другом развитии событий могло быть, что... Хаммера мы бы... Должны были прижать к стенке. То есть это он пытался... Убить другого... Одного человека и подставить другого. А в итоге получилось, что его самого... Убили. Это... Делает меня грустным. Скажите мне, почему мистер Райт... Что? Скажите мне... Почему мистер Хаммер хотел обвинить меня? Так... Я думаю, мистер Хаммер хотел Вас обвинить, потому что... Стальной Самурай... Потому что я Стальной Самурай... Потому что я Бэтмен... Ладно... Листер Хаммер был большой звездой однажды. Но теперь он вынужден играть в детских шоу. И причем злодея. Дети любят Стального Самурая. И он Вас ненавидел. Поэтому... Кажется, я понимаю. Но он мог мне просто сказать... Я бы поменялся местами с ним в любой момент. По-моему, он немного не понял. Спасибо Вам. Я просто рад, что все кончилось. Так... Я... Я... Поздравляю ВП. Ооо... Хе-хе. Спасибо Вам. Я смогу продолжить... Что я смогу надеть костюм Стального Самурая еще разок. Не могу дождаться снова вернуться туда. Кажется... Что-то не так? Нет. Конечно нет. Аа... Эдвард. Хе-хе-хе-хе. Да, это... Это лицо. Это... Не знаю. Это... Грэм-пикот, короче, превратился в человека. Скажи что-нибудь, Райт. я не очень хорош маленьких беседах что очень плохо и не тратил время болтая не так ли нет я действительно хотел бы поблагодарить тебя Ласкес арестована нет Ласкес бы ушла с сухой воды если бы ты не вмешался приятно вас встретить я пауэр я большой фанат вашей работы мистер пауэр лгун прайс можно сказать я не ожидал встретиться с тобой после всех этих лет встретиться снова тем не менее оглядываясь назад было бы лучше если бы мы вообще не встречались из-за тебя я снова начал чувствовать эти нежелательные чувства при желании сюда можно вставить его я полагаю можно попробовать посмотреть на ситуацию более позитивно у Бэтмена тоже можно вставить ты его куда угодно можешь вставить даже куда не нужно эээ да у Бэтмена можно вставить куда угодно то есть например куда ну ты видела такой смешной ролик типа что было бы если бы Бэтмен играл в известных фильмах ужасов что было бы если бы Бэтмен играл в известных разведческих фильмах там например сиди его продавщица в одном доме спрашивает где твоя мама он такой мертва там где папа мёрз там типа ещё что-то ну то есть обычные вопросы Кейна Макалестера но как в латынике Бэтмена и он там в маске Бэтмена такой нигде ну ладно я потом тебя как нибудь скину так беспокойные и неопределённые а разве эти чувства они необходимы? беспокойные и неопределённости они нужны лишь чтобы они служат лишь чтобы чтобы дать добиться нам пройти по моему пути не знаю блин как это правильно перевести послушай меня Феникс Райт больше не показывайся мне на глаза вот что я пришёл сюда тебе сказать не знаю учитывая в общем-то работу я думаю будет довольно сложно не показываться мистер Райт этот парень ваш друг? то друзья только если они же соперники соперники правда не в данный момент да полагаю а? почему мне кажется что что-то упустилось? ну женик скажи мне что там произошло между тобой и Эдвардом? а неужели он и так занавес опустился для другого суда я вызвал большую шумиху раскрыв тот несчастный случай пятилетней давности разговоров было на весь город то есть если Global Studios поменяла свои программные цели они снова делают детские шоу розовая принцесса Ник вот оно новое шоу начинается сегодня ты должен посмотреть его со мной хорошо? должен признать я был немного удивлен я не думал что они действительно это сделают ты коллекционные карточки должен купить хорошо? мы обменяемся ими с коди и то с эссистенткой хорошо хорошо я это сделаю разве это не замечательно что VP снова играет главную роль? да вот этот вот короче волосатый мужик он изображает розовую принцессу все здорово по моему отличная смена образа интересно покажет ли они его настоящее лицо в этот раз я не знаю сейчас нежелательно я думаю что мир готов к настоящему Вилл Пауэрсу в общем конец этого дела и я думаю мы наверное сейчас немного взглянем на что будет дальше новый эпизод открыт поворотное прощание не это последний да это самое решающее дело такое в этой части игры именно я не думаю что мы его наверно прямо сейчас будем проходить но хотелось бы на этой неделе не лучше на этой наверное так ладно короче как бы то ни было мы начинаем а там че че то еще может быть ну если это пройдешь ну там скажем так внутри этого дело еще небольшое но оно совсем короткое там прошло 15 лет да где то так ну ничего себе 15 лет долгое время чтобы ждать не можешь представить как сильно я страдал ты страдал ты страдал не погоди и теперь идеальная возможность представилась сама наконец то я получу свою месть что счастливого рождества но 25 декабря 10 и 8 утра, адвокатская контора, Райт и Ко. Эй, Ник! Не знаешь, есть какие-нибудь хорошие водопады здесь? Водопады? Могу я спросить, зачем? А, Ник, разве не очевидно? Мне нужен водопад, чтобы встать рядом с ним. В идеале замерзший. А, так это часть твоего обучения Мидиуму? Конечно! И кроме того, что я... Все расшаталось в последнее время. Мне надо собрать элементы и... Что-то там... Активизировать их... Под... Струящейся весенней водой. Блин, вот с этим у меня серьезные проблемы. По-моему, я половину этой фразы потерял неправильно. Ну-ка, порч. Кованный. Брейт де элемент. Ладно, я целиком фразу вобью. Посмотрим, что на это скажет Google. Хотя нет. Ну, короче, надо собрать какие-то там элементы, чтобы заново запустить их под... Не важно. На самом деле, это не имеет особого отношения к сюжету, так что можно в это особо не в титул оставить. Я не знаю насчет водопадов, но... Озеро Горд довольно-таки близко. О-о-о... Прости, но... Прости за этот... Облом. Ты не могла бы просто постоять под холодным душем или типа того? Хорошая идея! Да, так много оживления истинных вод. Далее в новостях. Большое неизвестное животное было замечено на озере Горс. Город оживился под впечатлением. Местные называют его Горди, как своеобразную вариацию Нэсси вахнецкого монстра. Город оживился под впечатлением. Однако его аналог Нэсси доказано является подделкой. Да, опять же я говорил, что это мрачное будущее, да? Местные, тем не менее, уверены, что в отличие от него Горди настоящий. Ааа, скука. Они что, не могут показать настоящие новости для разнообразия? И, в принципе, с тем же успехом действие вполне могло бы в России происходить. Потому что продукты это тоже актуально. Ник? Довольно-таки маленький напор воды в этом душе. Хочешь больше напора, а? Почему бы тебе не пойти к пожарникам и не попросить их облить тебя из гидранта? Хорошая идея, Ник! Похоже, что эти медиумы не очень-то понимают сарказм. Мы прерываем эту программу, чтобы объявить кое-какие особые новости. Странное происшествие произошло на озере Горт. Но в этот раз это убийство. Опять озеро Горт. Тело мужчины было найдено в озере ранее этим утром. Подозреваемый арестован. Заказки, то есть источники в полиции сообщают, что это Майлд Эдвард в возрасте 23 лет. Эдвард был начинающим прокурором, известным своими способностями и связями. У него была... Должна была быть долгая и многообещающая карьера. Как он усепрился всё это испортить? Эдвард? Что происходит? Эдвард никогда бы не... Йоу. Ник? Ой, Майя. Пожарный наорал на меня, когда я попросил его. У нас есть более важные дела, чтобы решать, чем это. Они арестовали Эдварда. Кто, ты имеешь ввиду прокурора? Да. Он подозреваемый в убийстве. Кто? Кто? Когда? Где? Кто? Почему? Как? Я не знаю. Давай узнаем, Ник. Блин, логично. 25 декабря. Центр предварительного заключения. Комната посетителей. Знаешь, Ник? Мы все здесь были, так или иначе, не так ли? Да. Похоже, это стало для нас вторым домом. Или, может быть. Вообще, дословный перевод фразы это приходит с территории, но я не уверен, как это более корректно. Хотя, стало для нас вторым домом, может быть, слишком прям. Я не уверена, что это то, что нам стоит часто упоминать в беседах с людьми. А? А, нет, а? Эй, Эдвард, вернись! Что вы тут делаете? Ник, я не думаю, что он в хорошем настроении. Ну, он ведь в тюрьме. Ты была в хорошем настроении, когда была здесь? Так ты пришел сюда смеяться над павшим юристом? Ну, смейся, смейся. Ну, почему ты не смеешься? Ник, мы должны смеяться? Эээ, это трюк. Расмеешься, и он будет зол. Или расплачется. Эдвард, у нас не так много свободного времени, чтобы просто приходить сюда и смеяться над тобой. Да, действительно. А, нет. Нет, вообще-то у вас есть время. Да, он прав. Я надеялся, что ты не придешь. Я не хочу, чтобы ты видел меня таким. Только не так. Но я тебя тоже не хотел видеть, приятель, уж поверь. Что случилось? Эдвард, скажи мне, что случилось? Зачем это мне? Что ты собираешься с этим делать? А? Мы собираемся тебе помочь? Вот почему. Помочь мне? Вы? Не будьте смешными. Прости. Ты новичок. Ты был всего на трех судах. Эй. Да, тебе повезло, и ты выиграл три раза. Но твоя удача рано или поздно закончится. Тебе нужен настоящий опыт, Райт. Мик. Он тебя оскорбляет. Мик. Почему всегда ты должен сбиться? Убийство происходило на озере Горт, правильно? Да. Поздно ночью, вчера. Озеро довольно далеко от твоего офиса и отсюда. Зачем ты туда пошел? Я не вижу необходимости тебе говорить. Вистер Эджорд. Вы... Вы ведь на самом деле не... Горди. А? Я пошел увидеть Горди. Горди? Кто это? Я тебе потом объясню. Почему Эджорд не поговорит с нами? Ну пошли на озеро Горт. Да. Парк возле озера Горт. Вот. Вот где это случилось. Ага. Озеро Горт посередине парка. Я вижу тут полиция ходит рядом. Допрашивают людей, очевидно. Эй, а это разве не детектив там что там? Эй, приятель. Достаточно с нас здесь. Кто-нибудь что-нибудь нашел? Простите, сэр. Ничего. Идиот. Суд завтра. Нам нужны улики. Вдвойне. Но, сэр. Тут нет улик. Вот почему мы арестовали того юриста, мистера Эджорда. Это очевидно, сэр. Он тот кто. Заткнись. Только попробуй еще раз это сказать. Я... Я заставлю тебя сожалеть. Я имею ввиду... Уйди с моих глаз, приятель. Да, сэр? Детектив Гамшу... А, детектив Гамшу сегодня немного страшный. Рекруты. А... Уйди. Ты этот... Парень Гарри. Гарри Бас. Райт. Феникс Райт. Он когда-нибудь выучит мое имя. То есть запомнит мое имя. И что ты тут делаешь, приятель? Расследуешь? Эээ... Ну да. Я полагаю. Ну так я здесь, чтобы помочь. Спроси о чем хочешь. Принесу это. Он выглядит иначе, чем обычно. Интересно, что произошло. А... Мистер Эджерт вообще-то пока что не попросил нас его защищать. А... О... Только не говорите. Что произошло? Что произошло? Задачил Гамшу. Вы знаете, что здесь случилось? А? А ты не знаешь, приятель? Нет. Окей. Мистер... Голова в розовых облаках юрист. А... Ну хорошо, мистер... Голова в розовых облаках юрист. Голова в розовых облаках юрист. Не важно, я тебе скажу. Это случилось прошлой ночью, через 13 минут после полуночи. На озере Горт была лодка, а в этой лодке двое мужчин. И один из них застрелил другого из пистолета. И стрелком был Эдвард? Коб, который прибыл на сцену, на место арестовал его. Как он сюда так быстро добрался? Ну... Был свидетель. Когда поступило обращение, мы прибыли на озеро. Свидетель... Кто это свидетель? Прости, приятель. Это Конфиденциальная. Свидетель видел все, очень вероятно. Уверен, это будет использовано на завтрашнем суде. Был всего один свидетель? Ага. Было довольно таки... Туманно на озере той ночью. Был ведь канун Рождества в конце концов. И все же... Мы были там. Ты никогда не знаешь, где найдешь другого свидетеля. Вот почему мы здесь все обыскиваем сейчас. Но пока что... Сегодня же Рождество, я забыла. Кто ты мне подаришь на Рождество, Ник? Поговори с Сантой. Вы знаете, кто будет защищать мистера Эдварда на завтрашнем суде? У него пока никого нет. Что? Тут же завтра. Не так ли? Я не знаю всей истории. Но вероятно... Никто не решится взять это дело. Почему? Мистер Эдвард мне не сказал. Когда вы ребята появились, я подумал, что вы вызвались его защищать. К сожалению, нет. Ну, приятель, у вас есть работа. Помогите Эдварду. Закажи, что этот твой значок не просто какая-то красивая железка. Закажи мне, приятель. Покажи мне, что ты юрист. Вы не думаете, что мистер Эдвард убийца? Абсолютно... точно нет. Это невозможно. Мне не волнует, есть там свидетель или нет. Я не верю ни капли этого. Правильно. Кого волнует, что сказал свидетель? Меня волнует. Вы действительно в него верите, не так, как детектив? Конечно, я верю. Но... Полиция весьма убеждена, что убийца он. Ничто даже особо и не расследует. О, нет. После всей той помощи, которую мистер Эдвард нам оказал, трудно представить, что никто не вступится за него. Ну, по крайней мере, вы вступили, детектив. По крайней мере, вы. Я вижу, что чувствует зимний ветер, идущие сквозь эти деревья. И почему зима делает людей поэтами? Я не знаю, но мои... Начинают замерзать. Да, мои... Ладно. Это не важно. Ой... Я, благо, здесь мы ничего не найдем, да? Надо войти внутрь. А, нет. Блин, ну и как мне попасть внутрь-то, а? Ее, выпало. Крезент. Ну ладно, поговорим еще с нашим мистером... Эээ, нет. Вот. Это что-то, которое тебе нужно. Твой значок юриста Эдвард. Позволь мне тебя защищать. Ха, ха-ха-ха. Хорошая шутка, Райз. Эх, ну я не настолько отчаялся пока что. Что вы имеете в виду? Я? Доверять какому-то салаге-юристу всего тремя выигранными судами? Никогда. Что? Мое дело почти безнадежно, Райз. Все адвокаты, с которыми я говорил, мне отказали. Что? Они просто боятся проиграть. И во многом я виноват в их неуверенности в себе. В конце концов, это я добился признания каждого из их клиентов виновным. Я в это не верю. Независимо от этого, я не хочу, чтобы ты в это был вовлечен. И тебя в особенности я не стану об этом просить. И тем не менее, это именно то, что мы должны сделать, блин, выиграть его суд и увидеть хэппи-энс. А, подожди. Появился новый вариант в диалоге. Эдвард. Эх, мне действительно трудно спрашивать, но ты ведь этого не делал, правильно? Думай как хочешь. У меня лишь одна просьба, а? Оставайся подальше, держись подальше от этого дела. Почему? Ну... Ник же пытается помочь. Я знаю, я знаю. Но я не хочу его помощи, окей? Да, нашел когда в принципиальность играть. Почему нет? Ай, просто уходите. Оставьте меня в покое. Ник. И что Реджерд это сделал, не так ли? Майя, давай отправимся куда-нибудь еще расследовать. Но, Ник. Так. Блин, может быть здесь нас кто-нибудь встретит, нет? Что мне делать? Что мне делать? Что ты имеешь в виду? Давай расследовать. Ладно. Понятно. Таким-то. Опять рекорд. Это правда? Никто не берется за дело мистера Эджварда. Ага. Он в некотором роде знаменитый. Если вы защищаете его и проигрываете, ваша репутация развалится. Более того, дело против него достаточно твердое. Ну, надо полагать, раз у них есть свидетель. Эй, приятель! Только не говори, что ты тоже от него отвернешься. Помнишь стального самурая? Мистер Эджвард помог тебе добиться невиновности клиента. Я знаю. Я ходил к Эджварду. Я устал. Он не хочет, чтобы я его представлял. Особенности немы, сказал он. Что? Но это же не имеет смысла, приятель. Тебе стоило слышать, как он говорил о тебе после того дела в остальном самурае. Он повторял райд, 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 снова и снова. Да уж. Ник! Не уверена, что это хороший знак. Как и я. Почему он не хочет твоей помощи? Я этого не понимаю. Детектив Гамшу, сэр. Что? Нашли что-нибудь? Нет, сэр. Пока нет. Но... Поступил звонок в участок. Они хотят... Устроить брифинг по расследованию. Хорошо. Я выезжаю. Прости, приятель. Думаю, ты слышал, мне надо идти. Просто у Эйзворда там сугубо личное дело. Забегай наперёд немного скажу, поэтому он и не хочет, чтобы люди там остались. Что-нибудь ещё, что ты мне можешь сказать... Фу. Что-то ещё ты у меня хочешь спросить напоследок? Отчёт о вскрытии. Конечно. Вот есть информация о жертве. Прости. Они пока ещё не закончили отсчёт о вскрытии. Я всё ещё сам жду. Вообще-то... Если ты сможешь заехать в участок, мы сможем побольше поговорить, приятель. Вы не вернётесь, детектив? Эм... Вероятно, нет, приятель. Так что мы должны сделать? Эм... О чём мы должны поговорить? А, правильно. Эм... А... Где мы должны поговорить? Я покажу тебе, как попасть в участок. Эм... Эм... Спускайся туда и... А, заходи туда и... Можешь меня увидеть в любое время. Детектив... Детектив... Отдал нам... Указание... Направление к полицейскому участку. О! Детектив Гамшун! Что? Мы бы хотели немного... Осмотреться в парке. Мы можем это сделать? Нет проблем, приятель. У вас есть моё разрешение. Знаешь, Ник? Кажется... Можно многое узнать, говоря с людьми, когда они заняты. У них нет времени обдумать, какую информацию они тебе дают. Правильно. Ну а теперь пошли расследовать. Общественный пляж. Граунд... Озеро Горд. Ух ты! Это озеро Горд. Ага. Но не знаю, о чем тут особенная ухоть. Вероятно, нет. Но... Посмотри на этот стенд с едой. Самурайские доги. Я хочу самурайский дог, пожалуйста. Я не сомневаюсь, они великолепны. С названием самурайские доги. Как они могут не быть великолепными? Эх... Иногда не стоит, что за день. А, сейчас они не очень популярны, тем не менее. Дети более заинтересованы розовой принцессой. Ужас. Ужас. Я имею ввиду... Ну ты знаешь. Не. Так. Я могу... Посмотреть на вот это. Не знаю. В принципе, еще бы одну смешную сценку заценить напоследок, но не знаю. Так. О, говорит. Озеро Горд очень большое. Откажи, Ник. Почему его называют Озеро Горд? Ну, давным-давно здесь... О. Были... Горд. Тыквы. Ха. Странно. Я думал, тыквы Пампкин. Ну ладно. Видимо, это слово тоже при меня. Ух. Невозможно. А я думал, оно просто по виду похоже на тыкву. Знаешь, как... How's Glad Sharp. Или это все-таки не тыква. А что-то другое. Неточные часы. Ай. 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 подтверждается. Уральские доги. Кому-то надо это... Переделать. Ай. Ну блин. Мусорный бак пуст. Ай. 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 Кто сделал здесь эти хлопушки. Знаешь, если дернуть за веревочку он издаст хлопок. да, я такие знаю их довольно много можно увидеть на новый год. Эй. Это может быть Улика. Давай ее возьмем. Ну же, признай это. Тебе просто хочется взять хлопушку, правильно. это что так очевидно лапушка конечно взять ну думаю это не повредит и куда она делать я уже положила ее в карман лапушку взяли так еще мы можем при кармане скамеечки может быть скамеечка озеро дерево мусорный бак вывеска все вроде осмотрели ладно наверное надо куда-то еще идти речу а ну да вот лес возле озеро горд и прокат лодок магазин из магазина проката лодок ник что это за место прокат лодок закрыт на рождество похоже я полагаю убийство совершенное на одной из лодок не особо поможет бизнеса лодки я никогда не плавал на лодке правда так почему бы нам не покататься на ней когда тут закончится хорошая идея ты ведешь это обещал так полезная тут найдем скорее всего нет да игра реально затягивает ладно так но осталось все одно место мы можем пойти мне здесь нравится ник посмотри кто-то остановился здесь кто-то здесь разбил лагерь да они довольно смелые останавливаться на месте убийства если они здесь останавливались и прошлой ночью они могли видеть что-то связанное с убийством это правда хорошее замечание мая давай с ними поговорим так и да и немного журналов на траве да надо быть весьма таки и крепкими чтобы устраивать лагерь во время такого холода так ну ладно переходим сразу к сути так сказать а то и так уже поздно эта камера имеет микрофон и каким то образом к этой камере каким то образом прикреплен микрофон должно быть она делает снимки когда раздается шум ух ты круто давай попробуем эй яник может быть я говорю это недостаточно громко эй яник ниииик ниииик прекрати может это сломано не трогай это может быть оно не настроено отвечать на голоса ну тогда вот хлопушка щелк 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 Да, оно ответило. А-а-а. Эй, вы. Уберите свои руки прочь. А? Это сам стил. Смотрите, что вы наделали. Вы целую пленку потратили. А, что? Простите. Извинение хорошо, но... За него счета не оплатишь. Вы знаете, как стоит пленка для этих штуки? Я вам заплачу. Что вообще... О чем вообще думали, запуская тут хлопушку? Ну... Ну... Что? Не пытайтесь... Не пытайтесь прикидываться дурочкой со мной. Только из-за того, что я выгляжу как какая-то деревенская... Какая-то деревенщина. Почему там письма... Бумбкин. Если пумбкин, то это тыква. Не, бамбкин это деревенщина. Правда, немного масломасленная получается. Потому что за каунтри тоже, по-моему, деревенский. Да-да-да-да. Ага. Я знаю, как вы, янки, думаете. Да, вот. Я скажу, это... Этой южанке... Ну, это как раз это все замечательная локализация. Я, с другой стороны, учитывая качество моего перевода... Наверное, я не тот, кто должен тут особо возмущаться. Эээ... Что... Да, блин. Опять пошли эти нелогизмы. Экстаджер, это сдау. Я скажу этому южному народу говорить с растягиванием. А, то есть, эти южане говорят растягиваю слова, они, наверное, очень тупые. Так дай я тебе кое-что скажу. Только потому, что я могу быть тупой, не означает, что я такая и есть. Замечательная фраза, цитатник. Ник, помоги. И кто вы такие? А, и кто ты такой, кстати? Ее... Как это? Ее кавалер? Ага, нет. Скорее, мы в некотором роде друзья. Просто подумай, что ты собираешься сказать и скажи это. Ради... Слышишь? Угу. Вот это лол. Мне только час назад, кажется, пришло уведомление, что ты начал стримить. А, да. Короче, слово бить жизнь даже не знает этот самый Google. Что в целом колоритная дамочка, да? Я бы предпочла сидеть на папиных... О, господи. А, я бы предпочла скорее слушать папину затянутую болтовню, чем слышать, как вы... Заикаетесь, что вы день. Да, вот. О, боже. Не, он точно рано или поздно превратится в своем обеих захотения. Надеюсь, что нет. Кажется, мы должны заплатить ей за пленку. Осторожнее. Да, мэм? С другой стороны, я могу заплатить и позже. Мне очень жаль. Вы не видите, я тут снимаю. Кто-то не буду показывать пальцами, только что потратил целую пленку. Простите. Это не работает. Интересно, смогу ли я показать ей что-то, что привлечет ее внимание? Ваше имя? Что? Кто он? А, ну да, да, да. Имя она нам тоже не скажет. И показать ей особо нечего, вроде. Ай. Что? Что? Ну... Что? 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 А, вот. Это мой значок. Разве значки не должны быть блестящими и впечатляющими? Ты коп или что? Я юрист. Что? Я не собираюсь пытаться... Я не буду пытаться... Как-то слишком много сокращений. Да. Ой, боже мой. Да. Своеобразная дамочка. Тянуть из этих... Ну, видимо, что... Ну, видимо, не собираюсь, типа, я не буду спрягаться в долгие судебные, что ли, распри... Ай... С этими юристами. Потому что я уже... Имею преимущество. Я борец и... Я побеждала более... Сверепых ребят, чем ты. Нет, я не об этом. Мы здесь расследуем убийство. 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 Звучит круто. Почему вы мне сразу не сказали? Давайте... Спрашивайте все, что хотите. Я отвечу. Наконец-то немного сотрудничества. Вы можете теперь не прятаться. Я не укушу. По крайней мере, сильно. Угу. Интересно, куда делась моя... Простите. Я себя чувствую немного... Переполненной. Сультурное различие и все такое. Так. Не важно, милая. Я собираюсь... Говорить с Янком, если... Это тебя порадует. Спасибо. Думаю, будет хорошо. Отлично. Я Лото. Лото Харт. А вы можете меня звать просто Лото. Я здесь фотографировал метеоритный дождь для своего проекта. Было приятно с вас встретить. Что случилось? Когда было это убийство? Я не смотрел телевидение Слизер недавно. Это случилось поздно ночью, в канун Рождества. Как это, в канун Рождества? Мужчина на лодке был застрелен. Вы что-нибудь видели? Дай подумать. Лодка, да? Может быть, видела, но не уверена. Я за этим озером слежу уже добрых три дня. Я уже достаточно видела лодок, чтобы... Я уже достаточно видела лодок, чтобы... Я не знаю. Что вы делаете лото? А! Я? Ааа! Вы не хотите, на самом деле, знать что я делаю, не так ли? Вообще-то я студент... А к чему это всё ведёт? Если ведёт к чему-то? Или это просто так? Не, ну почему? Она свидетель. В общем-то нам ещё с ней предстоит, как обычно, допрашивать, узнавать. Но она говорит, что она за метеоритными дождями следит. Замечательная у вас камера. Да... Я не поспоришь. Она сделана в Германии. Дженуис Соленжан. Это не там они делают ножи? А... А что это у вас за устройство в камере? Устройство? Оно начало двигаться, когда я выстрел из хлопушки. А, это... Это... Рычаг. Который... Реагирует на... Это... Триггер, который реагирует на... Всё, что громче обычных шумов. Он запрограммирован, отмечать громкие шумы. Запрограммированная камера? Нет. Нет. На самом деле я не помню, что они её знают. Ай... Так, ладно. Угу. А чувак тут так и не появился на пляже. Значит, наверное, мы не всё сделали в Корт Лейк. Но, тем не менее, я думаю, мы на этом, в принципе, можем закончить. Потому что стрим уже довольно долго идёт, и... У меня тут уже 6.40 утра. Поэтому, как обычно, я говорю, что... Это был стрим на канале Николай Вар Доктор Лев Квейдера. С вами были Николай Вар Доктор Лев Квейдер, Мария Бланш, Антри и Крис. Это была игра... То есть это был стрип по игре Phoenix Wright Ace Returns на платформе Nintendo DS. Большое спасибо всем, кто пришёл и писал комментарии, смотрел. Те, кто этого ещё не сделал, обязательно вступайте в группу и подписывайтесь на канал. Приходите на следующие стримы. Играйте только в хорошие игры. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока, в общем, ребят.